Если мы попытаемся вспомнить самое начало американской автомобильной промышленности, то обнаружим в своей памяти пустоту, в которой парит одинокая фигура великого и ужасного дедушки Форда. Однако созданная им компания была далеко не первой. Ее окружали десятки других автомобильных предприятий, имена которых мы сегодня, скорее всего, даже не вспомним. Они не появляются на новых автомобилях за одним исключением. Бьюик – это самая старая из ныне существующих американских автомобильных марок. Прежде нее появились только AutoCar и Oldsmobile, но их больше с нами нет. Кстати говоря, история появления Бьюика – это целая тема для Романа. Компанию основал шотландец, этнический шотландец Дэвид Данбор Бьюик, который приехал в США еще будучи ребенком. Он был талантлив, он придумал систему поливания газонов, он придумал технологию, дешевую технологию малировки металлических ванн, которые, кстати, по сей день используются, и заработал на ваннах большие деньги, которые потом просадил на ниве автомобильного производства. Нет, он делал хорошие вещи. Скажем, человек, который прежде абсолютно не интересовался машинами по имени Уильям Дюрант, прокатившись на Бьюике, так проникся автомобильной тематикой, что создал General Motors. И, кстати говоря, первой маркой GM был как раз Бьюик. Но в годы ее расцвета, в свои последние годы жизни, Дэвид Данбор Бьюик работал сторожем. Сиг транзит Глория Мунди так проходит мирская слава в переводе с латыни. А латынь нам сегодня понадобится, потому что слово «побережье» на языке медиков и юристов – это «ривьера», а машина, которая позади меня – это «ривьера» в переводе на американский. Еще надо помнить о раскладе сил на послевоенном американском автомобильном рынке. Крупнейшим концерном был, да и остается, General Motors. Второй – Ford, третий – Chrysler. Chrysler был известен как передовая в техническом отношении компания. Ford был главным по стилю и трендам, а General Motors по объемам продаж или, проще говоря, по баблу. Хороший расклад, казалось бы, но GM и этого было мало. Где, черт возьми, стильные штучки, взывало руководство. Почему Ford может сделать Thunderbird? А мы не можем. В результате сделали это как раз и есть Бьюик-ривера. Правда, переплюнуть по продажам Thunderbird ривьере так и не удалось. Автором идеи Бьюик-ривера был Билл Митчелл, который 20 лет возглавлял дизайнерское подразделение General Motors. Чтобы понять масштаб этой личности, нужно вспомнить два события. Во-первых, однажды Билл Митчелл напился и залез на дерево. Чтобы снять его с 20-метровой высоты, пришлось вызывать пожарную команду. Второй случай. Его, как рассказывают, включили в черный список одной из дорогих немецких гостиниц за то, что он там занимался сексом с тремя женщинами одновременно. Я так понимаю, что если бы по очереди немцы бы поняли, какой-никакой порядок, орнунг, но вот разом со всеми тремя, это уже как-то нехорошо. Но мы не о женщинах, мы, кстати, о Европе. Именно там Билл Митчелл однажды вечерком, в такой, знаете, туман, в вечернем свете увидел Rolls-Royce. И он подумал, вот что надо-то, вот эту бы тачку сделать на фут ниже, и она бы отлично подошла к нашему модельному ряду. Именно отсюда появилась идея Бьюик Ривьера. Хотя на самом деле не шла речь о Бьюик. Просто от такой машины отказался Кадиллак, в результате она досталась именно этой марке. Как бы то ни было, изначально при создании машины первого поколения задача стояла достаточно абсурдно. Нужно было сделать машину, объединяющую черты Феррари и Rolls-Royce. Ну, это, знаете, как нарисовать зверька, объединяющего черты, синички и носорога. Неудивительно, что ни первая, ни все последующие Ривьеры, ни Феррари, ни Rolls-Royce толком не напоминали. Это такая классическая американская история. Трехступенчатый автомат, такая богатая приборная панель и простор, простор, простор. Вот в этом американский классический автопром. Вообще, надо понимать, что Ривьера, она не позиционировалась именно как спортивный автомобиль. Но все-таки таковым считалось. Потому что двигатель, особенно Verti GS, был мощный. Звук у машины, ну, сами послушайте, какой. О, слыхали? Прямо таки рвет. И колеса, кстати, чуть что опускаются в пробуксовку. Нет, с мощностью и моментом тут полный порядок. Но все-таки в первую очередь это был такой большой, роскошный, личный автомобиль. Знаете, его называли пуникар для богатеньких. То есть те, кому Ford Mustang все-таки был простоват слишком. Вот для них Ривьера была уже более подходящим вариантом. Одна из самых модных фишек модели такие вот выдвижные фары. Вообще-то их должен приводить в движение вакуумный механизм. Это Ривьера второго поколения, поэтому вакуумный. На первой Ривьере этим занимался электропривод. Но никакого привода в нашем случае нет, как нет и вот этой светотехники. А форма проемов говорит о том, что перед нами вторая Ривьера одного из последних годов выпуска. 68-й, наверное, или 69-й. Вообще, таких машин второго поколения было продано 227,5 тысяч штук. Ну, для США, где счет обычно ведется на миллионы, кажется, не так уж и много. Но стоит помнить о том, что Ривьера это топовая модель Бьюик. Так что, в целом, величина порядочная. Как порядочные размеры машины. Длина 5,5 метров. Расстояние между передней и задней осью 3 метра ровно. Оба эти параметра отлично подходят для автомобилей из президентского кортежа. Впрочем, внешность Ривьеры тоже для кортежа подходят. Но при этом, при двух тоннах массы, это довольно тяжеленькая штучка, что спереди, что сзади стоят барабанные тормоза. Как тогда писали, в обычных условиях движения их возможностей вполне достаточно. Другой вопрос, что иной раз условия движения внезапно становятся не совсем обычными. Слушайте, ну наверняка будете мне говорить, ну как можно было не нажать тапку как следует. Тут же V8, тут же 7 литров. Все, нажимаю. Слушайте, на самом деле да. Вот когда чуть-чуть, хотя бы на треть хода ее вдавливаешь, все, ты прям чувствуешь, что машина не едет, потому что колеса шлифует. Причем, знаете, с такой удивительной легкостью эта машина делает. Этой двигатель не надрывается, нет. Он работает в таком режиме, я бы сказал, даже не слишком утруждаясь. Просто в нем слишком много момента, в нем слишком много жизни, я бы сказал. Настоящей жизни, а не всей этой турбовой, знаете, истории. Можно сколько угодно говорить о технологиях, но тот совершенно звериный кайф, который ты получаешь, общаясь с таким настоящим, простым, лютым, огромным V8, вот его ничем не заменить, понимаете. Есть машины более быстрые, более мощные, более правильные, технологичные, современные, какие угодно. Более безопасные, конечно же, более правильные с точки зрения защиты окружающей среды. Но однажды покатавшись на такой вот американской игрушке, ты ее как минимум не забудешь. Салон немного переделанный, но в целом он сохранил дух оригинала. Только знаете что? Есть тут одна деталь, которая, кстати, как раз про дух оригинала. Это такая деталь, которую вы не встретите ни на одной современной машине. Угадайте. Не угадайте. Потому что ее попросту не видите, она у меня под ногой. Вот такой вот ремень безопасности. Поясной ремень. Очень скоро выяснилось, что это чертовски опасная штука, потому что при сильном лобовом ударе ремень перетягивал пояс сидящего в кресле с такой силой, что полученных травм вполне хватало для того, чтобы скончаться не от результатов аварии как таковых, а от воздействия такого вот ремня безопасности. Но, как говорится, техническая эволюция придумала нам трехточечные ремни, современные. А штуковина у меня на коленях – это пульт управления пневмоподвеской. Сейчас вылезу, попробую, как она функционирует. Здесь установлена такая правильная четырехконтурная пневмосистема с толстыми мегастралями, отменное быстродействие, но чтобы показать ее в полный рост, я должен быть латиносом, мы должны находиться где-нибудь в Лас-Вегасе, а в баллонах должно быть достаточно воздуха, чтобы порезвиться часочек-полтора. Нет ни того, ни другого, ни третьего. У меня, по сути, право на одно единственное нажатие, но я хотя бы докажу, что эта штука работает. О! Работает! Трудно сказать, насколько наш экземпляр стоковый, но в своем нынешнем виде машина как-то не по-американски рисковата, потому что с одной стороны нажимаешь на газ, и бах, она буквально рвется вперед. Так, знаете, как-то нескромно я бы сказал это дело. Это, во-вторых, барабанные тормоза. Барабанные тормоза нельзя обвинить в малоэффективности, но у них очень узкий и малопонятный рабочий диапазон. То есть машина либо еще толком не останавливается, либо колеса встают колом, а до АБС на серийных автомобилях человеческая мысль тогда еще не добралась. Чертовски не хочется говорить банальности, но, боюсь, без них никуда. Дело в том, что все-таки слово эргономика придумали те люди, которые делают тесные автомобили. Здесь в ревьере никакой эргономики нет, здесь просто до черта место. Здесь хорошо, просторно и кайфово. Причем, знаете, вот с любовью сделана машина. Даже подлокотник, казалось бы. Между прочим, это цельный диван, тут втроем можно ехать, но если вдвоем, можно опустить подлокотник, и он опускается с таким, знаете, забавным встроенным механизмом. Так опачки, разложился. Приятно, черт возьми. В американской версии английского языка, во всяком случае, в те годы не было слова «даунсайзинг», поэтому базовый мотор для Бьюик Ривьера имел скромный объем 7 литров. Это был двигатель V8 из семейства Nailhead, которое пришло на смену, между прочим, рядным восьмицилиндровым мотором еще довоенным. Но Nailhead ставили на самые первые ривьеры второго поколения. Очень скоро этот мотор уступил место новому V8. Впрочем, примерно такого же объема и плюс-минус той же мощности было 340 лошадиных сил, стало 360. Даже если я что-то напутал с цифрами, великой трагедии в этом нет. Потому что скромность никогда не относилась к основным чертам американского национального характера. И та мощность, которую заявлял производитель, далеко не всегда билась с реальными цифрами. Однако, куда интереснее в нашем случае, что была еще одна версия. Она называлась GS, и на нее ставили 455-й мотор, 7,5 литров и мощность без малого 400 лошадиных сил. Как писали европейские журналы, вот что важно, европейские по разгонной динамике заряженные версии ривьеры могла конкурировать с некоторыми моделями Ferrari и Aston Martin. Что касается управляемости, не знаю, про это ничего не говорилось. Аппетит, разумеется, у всех моторов был хороший, поэтому тут бак на 22 галлона, то есть 100 литров в привычных нам величинах. У этой машины есть одна очень интересная черта, которую вы заметить не сможете, но я о ней расскажу. Это X-Frame, X-образная или крестообразная рама, примерно вот такой формы. Вообще, это технология 50-х. Такие рамы придумали, чтобы делать машины ниже. Кузов можно было как бы сажать на раму. Соответственно, карданный вал, насколько я понимаю, проходил сквозь перекрестие балок. Технология 50-х годов и даже в 50-х к ней появились претензии. В 59-м случился скандал, когда в прессе появились фотки Chevrolet Impala с X-Frame, который при ударе от дерева разорвало на две части. Я долго пытался найти ту фотографию, какую-то картинку нашел, не уверен, что именно она, но полюбуйтесь сами. В общем, такой вот X-Frame, он не очень хорош при столкновениях боковых и сильных. С другой стороны, скажу я вам, что люди, которые уверены, что тяжелая машина безопаснее в аварии, чем легкая, специально для них я вот эту фотку нашел. Это Buick Special Riviera 1956 года. Прежде чем посмотреть на фотку, уточью. Это один Buick Special Riviera. Неудивительно, что с такими вот дорожно-транспортными происшествиями американцы достаточно рано задумались о безопасности. Не хотелось заканчивать на минорной ноте, но без нее никуда. За взлетом следует спад, за подъемом спуск, за известностью забывения. Монументальность, вот эти, знаете, яркие, эпичные формы американских машин 50-х, 60-х, 70-х. Потом они исчезли, что-то случилось. Но вы вспомните эти уродливые угловатые формы Riviera 80-х, эти безвольные обмылки 90-х. Нет, ну можно сказать, что, мол, таковы были тренды, такова была мода. Но потом Riviera умерла. Что символично? Модель под названием Riviera перестали выпускать в 1999 году. В том же году марке Buick исполнилось 100 лет. Ну да, потом делали концепты с таким же названием уже в 2000-х. Да, в чем-то они даже походили на оригинальную, настоящую Riviera. Но все уже не то, потому что их красота холодна. Это красота фотомоделей, это красота, которая работает только в условиях искусственного освещения. Не их мы будем вспоминать, когда кто-то скажет Buick Riviera. Мы будем вспоминать эту машину, настоящую, такую яркую, такую эффектную, такую большую, красивую, которая осталась где-то далеко в прошлом. Сектранзит Глория Мунди, так проходит мирская слава. У меня на сегодня все.